Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. Студия Ирина Ромбальская. Как поощрить инициативную молодежь и какими качествами должен обладать грамотный руководитель? Об этом и не только. Сегодня шла речь на неформальной встрече помощника президента Александра Якобсона и студентов Академии управления при президенте Республики Беларусь. Открытый диалог прошел в рамках проекта «БРСМ. Молодежь Беларуси. Традиции и будущее», который стартовал в начале сентября. Его цель – предоставить молодым людям возможность заявить о своей жизненной позиции и обсудить волнующие проблемы. С энтузиазмом ухожу из этой аудитории. Увидел, какая у нас молодежь в хорошем смысле любопытная, умеющая дискутировать, умеющая задавать вопросы. И самое главное, что вопросы носят такой серьезный государственный характер. Мы все получили достаточно исчерпывающие ответы. Встреча прошла на дружеской волне, достаточно неформально, и все остались очень довольны. Закрытие водного сезона 2014. До весны с минчанами сегодня попрощался столичный флот катамаранов. На очереди отключение городских фонтанов. Затем, как Минск готовится к холодному сезону, наблюдал наш дежурный по городу Вероника Фалей. Прощальный аккорд столичной флотилии. Путешествия на катамаранах и пароходах по водным артериям столицы минчанам придется отложить до следующего летнего сезона. С центральной набережной отчаливает последний корабль. Плавучий парк столицы постепенно перемещается в ремонтную гримерную. Правда, наводить марафет будут не к показательным выступлениям, а к следующему сезону. Ремонт сколов и трещин, покраска оборудования и обновление водного парка. В руках специалистов катамараны, лодки и катеры должны преобразиться на все 100%. Мы увозим все лодки, катамараны, берем и увозим на склад. Нужно их подкрасить. Мусорная эпопея разыгралась в микрорайоне «Зеленый лук». Посвятить выходные генеральной уборке третьего дома по улице Широкой коммунальным службам не помешало бы. Похоже, в этом доме внеплановому субботнику все-таки быть. Правда, на этот раз трудиться придется не жильцам, а уборщикам. На повестке дня благоустройство не только дворовой территории, но и ремонт лестничных площадок. По словам жильцов, уже которую неделю постоянными атрибутами этого подъезда становятся пустые бутылки и картонные коробки. Бутылки, окурки, пыль. Здесь вот на лестнице у нас не убирались год. Однако на этом проблемы не заканчиваются. Каждый день в дом проникают нарушители порядка. Открытый черный вход стал причиной частых посещений. О ремонте электронного замка коммунальщики даже не задумываются. Впрочем, как и о самом мусоре. Довольно большое количество времени и сил было потрачено на уборку именно прилегающей территории. В связи с этим, ну, уборка в подъездах была отложена. Прощанные гастроли или как долгосрочный отпуск провожают столичные водометы. Уже в воскресенье в 9 часов вечера последний водный залп отправит минские фонтаны в зимнюю спячку. В ближайший уикенд минчане распрощаются со всеми городскими гейзерами, а их в столице более 30. До следующей весны воспоминания о водных концертах останутся лишь на фотографиях. Большинство фонтанов в зимнюю спячку отправят уже в это воскресенье в 7 часов вечера. А водометы на улице Ленина, площади независимости возле театра оперы и балета, футбольного манежа и дворца спорта порадуют минчан до 9 вечера. Жаль, что закрывается еще во время сезона, когда хочется продлинуть лето. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.by в разделе форум, звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности. Сосредоточиться на главном. В столице будут больше готовить узкопрофильных специалистов – офтальмологов, хирургов, фоториноларингологов. К такому решению совместно пришли сегодня председатель Минградсполкома Николай Ладуська и студенты Медицинского университета. Во время неформальной встречи, которая растянулась на несколько часов, будущие врачи обсудили с мэром вопросы распределения и трудоустройства, повышение престижа профессии, а также в преддверии холодов обсудили эпидемиологическую ситуацию в городе. Эта встреча очень важна для нашего медицинского университета, так как мы можем обсудить вопросы и дальнейшие перспективы развития университета, обеспечивать кадровую политику врачей и провизоров в нашем городе. Шорох листвы или шум дождя. Какого настроения ждать от уикенда, узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова. После дистанционного периода такой прохладной и довольно-таки промозглой погоды, в предстоящие выходные в нашу столицу вновь вернется умеренно теплая и вполне комфортная погода. В субботу ночью без осадков, а утром и днем ожидается небольшой кратковременный дождь, а температура воздуха в ночные часы составит плюс 5, плюс 7, и днем плюс 13, 15. В воскресенье погода ожидает еще лучше, дождей не ожидается, будет светить солнышко, и температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, и днем плюс 13, 15 градусов. По предварительному прогнозу, через следующую неделю до конца сентября в нашей столице сохранится такая умеренно теплая и вполне комфортная по осеннему погода. И преобладающая температура воздуха ожидается около плюс 16 градусов тепла, и существенных осадков не ожидается. Желаю всем хорошо провести вот эти вот теплые осенние денечки. Удачи и берегите себя. Пять дней из жизни большого города. На неделе Минск на один день попытался отказаться от автомобилей и впервые присоединился к европейской акции ранней диагностики рака головы и шеи. В городе выбрали лучшего дачника, а на улице Некрасова увеличили скоростной режим. В столице открылись сразу несколько любопытных выставок. Среди них восковые фигуры в доме музея первого съезда РСДРП и 3D-экспозиция в литературном музее Янки Купалы. А со дня на день город сможет поставить финальную точку в водном сезоне 2014. А чем запомнилась Минчанам последняя неделя сентября, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Работали. Чем еще? Плохой погодой, холодной. Эта неделя запомнилась походом. Сегодня было занятие по основам ухода за больными, и мы попали в операционную. Дочь выписалась из больницы вместе с внучкой, сын тоже вышел из больничного, была поломана нога. Дача зачетов и экзаменов, приакадемическая разница. Ну, надеюсь, на хорошие выходные в дальнейшем. А мы прыгнули вчера с моста? Да, мы прыгали вчера с моста на Тарзанке. Непередаваемые ощущения. Мне запомнилась идея, что мы построили дачу. Наконец-то. Новые городские подробности в понедельник в это же время в студии новостей, которая всегда рядом, работала Ирина Ромбальская. Всего доброго и до встречи.